Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сезон завершается, ну у кого-то он был более успешный, у кого-то менее успешный. И приходит время подумать о том, как же подготовить нашу теплицу после уборки урожая и по завершению культуры томата. Огурца, баклажана, перца, всех тех растений, которые мы выращиваем в защищенном грунте. Существуют различные способы подготовки теплицы, обработки теплицы, дезинфекции теплицы после того, как растения уже убраны. В первую очередь это, конечно же, перекисные соединения, такие как персоль, они содержат пероксиды, персульфаты, например, и так далее. Как ими пользоваться, мы неоднократно рассказывали. У нас есть ролики на нашем канале. Также очень хорошо зарекомендовали себя составы на основе гипохлорита. Хлорка в обыденном понимании. Это белизна, другие отбеливатели, которые содержат хлор. Поскольку они не будут наноситься непосредственно на растения, их можно использовать щедрой дозой, поливая вашу теплицу, будь то поликарбонатная или пленочная, или какая-то еще. Но в целом тот рецепт, который мы рекомендовали для обработки смородины против целого комплекса болезней в весенний период, ранний весенний период, с активатором монофосфатом калия, он более чем подходит для условий защищенного грунта, для дезинфекции. Если инфекционный фон вашей теплицы был напряженный, было много кладоспориоза, фитофтороза, гнили каких-то, пероноспороза на огурце, мучнистые росы, пожалуйста, увеличьте концентрацию всех компонентов в два раза. Смело обработайте этим и стенки теплицы, все конструкции, а также почву обязательно, потому что на поверхности почвы собирается колоссальное количество различных фитопатогенов, которые сыпались туда при культивировании, при уборке урожая и при уборке самих растений. Помните, что до дезинфекции не стоит обрабатывать почву. Более того, я рекомендую вам не выдирать с корнем растения, томата, огурца или еще чего-то в теплице, а срезать ножницами, острым ножом, ну каким-то еще образом, для того, чтобы не проводить рыхление случайное, при выдирании с корнем этих растений или при выкапывании, и не помещать вредителей, болезней, все, что накопилось на поверхности почвы, в глубь, для того, чтобы не защитить это от наших обработок. При всем том, вот такие дезинфектанты являются дезинфектантами тотального, сплошного действия. После того, как вы их применили, как ни странно это звучит, однако в теплице, особенно в теплице, может наблюдаться дисбактериоз. дисбактериоз, ну это такое условное название, но достаточно понятное для тех, кто пьет антибиотики, если вдруг заболел. Мы уничтожаем всю микрофлору, и полезную, и вредную. Полезная, конкурирующая микрофлора создает конкуренцию для развития и сохранения фитопатогенов, и из-за этого мы имеем риски вспышек инфекции на будущий год. Чтобы этого не происходило, многие крупнотоварные хозяйства, которые выращивают томаты в Беларуси, самые даже известные, перешли на биологический метод дезинфекции тепличного хозяйства после завершения культуры. В Беларуси ведущим препаратом для использования с этой целью является, конечно же, бактоген. Бактоген содержит в своем составе сенную палочку. Сеная палочка синтезирует более сотни различных веществ, которые подавляют действие патогенных организмов. Обратите внимание, при использовании сенной палочки не происходит дисбактериоза в теплице, ни на поверхности теплицы, ни в почве. Это очень важно, потому что вы конкурентную микрофлору поддерживаете, а патогенную уничтожаете. Опыты, проведенные в лаборатории Республиканского центра, не без участия ребят, которые обучаются у нас в объединениях по интересам, мы показали, что различные штаммы сенной палочки из разных препаратов, фитоспорин, аллерин, гомоир и другие, не конкурируют между собой. Более того, они, кроме того, что не подавляют действия друг друга, они еще и дополняют действия друг друга, потому что одни лучше борются с бактериозами, другие с фитофторой, третьи с кладоспориозом, четвертые с серой гнилью и так далее. Ну, каждый из этих препаратов обладает той или иной активностью, однако она больше или меньше в отношении тех или иных патогенов. Поэтому вы можете для дезинфекции теплицы использовать не один препарат, а несколько. Возьмите, приобретите максимальное количество наименований препаратов и смешивайте их для обработки теплицы. Как же правильно обработать теплицу? Конечно, лучше всего вырастить эти препараты у себя в домашних условиях, дорастить их до появления пленочки. Мы неоднократно об этом говорили в наших выпусках. Это будет означать, что весь кислород, который был в банке, например, если вы в банке во флаконе каком-то растите, бактерии уже съели, и образовались из них споры. Это очень важно. Максимальное содержание антибиотических веществ в сеной палочке наблюдается как раз в спорах. Когда она поселяется на поверхности листьев или поселяется в почве, она там растет, она на поверхности растений растет, она внутрь растений даже проникает и растет, и выделяют в постоянном режиме небольшие дозы антибиотических веществ, защищая растения. Однако, когда сенная палочка выходит из споры в окружающее пространство, из этой споры в пространство выделяется несомненно колоссально более такое грандиозное количество этих антибиотических веществ. В этом есть большой биологический смысл. Ведь родившейся бактерии надо освободить место для своей жизни, чтобы она еще молодая, так сказать, неокрепшая, не попала под воздействие других конкурентных микроорганизмов. Спора, представьте себе, визуализируйте, это как будто яйцо, где желток – это будущая бактерия, а белок – это антибиотики. Вот лопнула спора, антибиотики вышли наружу, и началось развитие сенной палочки. Но спора активируется тогда, когда попадет в благоприятные условия. От попадания споры из препарата в благоприятные условия до высвобождения вот этого максимального количества антибиотиков проходит примерно 20-30 минут. Какие же условия для этого являются оптимальными? Сенная палочка прекрасно развивается при температуре 25-28 градусов. Для того, чтобы также ей создать благоприятные условия, не лишне добавить в ведро воды хотя бы столовую ложку сахара, обыкновенного сахара. Также я рекомендую вам добавить небольшое количество, буквально чайную ложечку концентрированного жидкого удобрения для цветов. Это необходимо не столько для того, чтобы палочка там начала развиваться, размножаться, хотя и это ее поддержит на поверхности вашей теплицы в каплях воды до тех пор, пока они не высохнут. Ну а про почву я и не говорю, это будет ей очень хорошим подспорьем. Однако же, попадая в такую благоприятную среду, спора реагирует, и максимальное количество спор будет открыто, и антибиотики будут выпущены наружу. Таким образом, через полчаса после добавления сенной палочки в ведро с водой, ну или в другой объем, какой вам необходимо, вы получите максимальное насыщение его вот этими самыми антибиотическими веществами. Попадая в почву, сенная палочка при обычном ее использовании, и так попадают достаточно благоприятные для себя условия. Попадая на поверхность растений, растения ведь выделяют различные вещества, привлекая к себе вот этих конкурентных микробактерий, она также попадает достаточно благоприятные условия. А вот попадая на поверхность теплицы, поликарбоната, пленки, на поверхность конструкции, и условия для вот этого высвобождения, активного высвобождения спор, являются не такими уж и благоприятными. Это очень простая процедура. Подогрейте воду тепленькую, добавьте туда сахара немножко, добавьте туда чуть-чуть удобрений, чтобы еще астматический шок не вызвать, хотя водопроводная вода содержит достаточное количество солей, однако же это не физраствор, который является наиболее благоприятным для бактерий, а нам надо заставить посчитать, подумать эту бактерию, что она попала в максимально благоприятные для себя условия. И максимальное количество спор могут раскрыться, расколоться и выпустить бактерию и антибиотики вместе с ней. Если все эти хлопоты вам кажутся сложными, то в этом случае используйте препарат, который называется Максимун. Он не содержит живых сенных палочек, но он сделан таким образом, что содержит уже максимальное количество тех самых антибиотических веществ, которые нам надо извлечь из споры. А споры, в основном споры, содержатся в препаратах, которые вы можете купить в магазине. Сколько надо каждого препарата? Столько, сколько написано на упаковке. Если говорить о домашнем препарате, то возьмите стакан-полтора на ведро воды, тем самым вы значительно усилите эффект от этого способа дезинфекции вашей теплицы. Если говорить о коммерческих препаратах, строго действуйте по инструкции. Но, конечно, если фон у вас действительно очень напряжен, увеличьте дозу. Однако, необходимо думать о финансах и о простоте наращивания этих препаратов в домашних условиях. Что ж, биологический способ борьбы с болезнями в теплице является очень эффективным. Однако, для того, чтобы он действительно сработал, необходимо знать вот такие вот маленькие, но очень существенные хитрости. Используйте этот способ, и вы подготовите свою теплицу наилучшим образом. Нанесите готовый раствор на поверхность теплицы, на поликарбонат, пленку, конструкции, почву, щедро, так, чтобы по ней аж текло. Это вам не зеленый или красный раствор, которые надо наносить очень-очень осторожно, используя те рекомендации, которые мы даем на нашем канале. Здесь можно обрабатывать действительно щедрой рукой. Что ж, я желаю, чтобы и вы, и ваши растения максимально обходились без химии, максимально были безопасны для потребления в пищу и были максимально урожайными, чтобы ваше ведение хозяйства было по-настоящему природным. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова